Фигура третьего всадника апокалипсиса по-своему уникальна. Среди четырёх остальных только появление этого наездника сопровождается комментарием со стороны татраморфов, животных, призывающих видение для апостола Иоанна. Почему автор выделяет именно третьего всадника неизвестно, можно только предположить, что смысл его образа какой-то особенный, или же тем самым создаётся направление дешифровки послания. А фраза произносится следующая «Хеникс пшеница за динарий и три хеникса и чменя за динарий, елея же и вина не повреждай». К чему она отсылает, что скрывается под описанием внешности коня и седока, будем разбираться далее. Интересного просмотра. Третий всадник апокалипсиса восседает на чёрном коне, цвет которого традиционно связывается со смертью. В руках он держит меру, или по-другому весы, из-за чего в народе его прозвали голодом, имея здесь в виду способ деления провизии во времена нехватки хлеба. Иногда символ весов трактуют как выражение божественного правосудия, но первый вариант с голодом в целом считается более предпочтительным. Особенно если брать в расчёт упомянутые ранние комментарии тетраморфов. Так что же он означает? Для лучшего понимания определимся с основными понятиями. Хеникс представлял собой древнегреческую меру сыпучих тел, применявшуюся обычно для измерения зерна. Его объём по разным подсчётам был чуть более литра. Один такой хеникс пшеницы в день считали минимальной нормой для выживания одного человека. Обычно столько отводили рабу или, например, пополовине хеникса в сутки выдавали в качестве пайка афинским узникам в Сиракузах, в результате чего многие из них умирали. Ну а три хеникса и ячменя можно рассматривать как ещё менее калорийную меру суточного питания в проглоть для троих человек. Динарием называли римскую серебряную монету. По прикидкам исследователей, указанные во фразе тетраморфов цены на зерно в 10 раз превышали рыночные той поры. В среднем один динарий в сутки зарабатывал один низкоквалифицированный сезонный рабочий на уборке винограда, из чего некоторые делают вполне логичный вывод, что согласно откровению Иоанна Богослова, третий всадник символизирует сильное подорожание самых необходимых товаров в преддверии конца света, когда заработанной за день платы будет хватать лишь на сиюминутное пропитание. В тот момент, когда предметов роскоши для богатых, олицетворением которых являются еле и вино, будет предостаточно. Кто-то замечает в подсказке тетраморфов указание на грядущую перед концом времен засуху или нашествие саранчи, в результате чего урожа и зерна сократятся, вызвав его дефицит, а оливковые деревья и виноград сохранятся благодаря их корневой системе, уходящей вглубь земли. Другие же толкователи в невредимости елея и вина в виде спасения верных христиан, использующих эти продукты в таинстве. Сторонники сугубо религиозного подхода к трактовке произведения полагают, что в черном коне третьего всадника отражается плач о людях, отказавшихся от христианства в результате гонений, где весы есть в сравнении паствы, мера пшеницы – это оставшиеся во Христе верующие, а три мера – ячменя отступники, поддавшиеся воле преследователей, но впоследствии раскаившиеся. Хорошо известный нам по последним роликам Эдвард Эллиот для интерпретации фигуры третьего всадника предлагает обратить внимание на контекст создания откровения. Принято считать, что Айян написал его во время ссылки на остров Патмос во второй половине первого века. Тогда же весы выступали в роли символа справедливости. Несомые в руках голода, они, по мнению Эллиота, служили знамением пророчества усиления зла, причиненного Римской империей предыдущим вторым всадником, что сулило стране погружением в более мрачную тьму бедствия и созданием ситуации нехватки первостепенных для существования товаров. Подобное объяснение отсылается к книге «История падения и разрушения Римской империи» Эдварда Гиббена, в которой описывается, как Рим пострадал в результате чрезмерного налогообложения граждан. Особенность ситуации обострилась в эпоху правления императора Каракалы, вошедшего в историю в качестве одного из самых худших правителей. Для обеспечения чрезмерного образа жизни двора Кесария и армии в провинциях придумывались все новые поборы, а деньги вымогались даже у сенаторов. Усугубилось положение с приходом к власти Максимина, он постоянно претендовал на ту или иную общественную собственность, заставлял города империи оплачивать игры и за малое имущество в угоду личной казны переплавлял храмовое золото и серебро на монеты. И раз уж мы говорим о Риме, стоит упомянуть следующую, связанную с ним трактовку образа третьего всадника. Часть исследователей соотносит его с конкретным событием римской истории, а именно с 92-м годом, когда император Домициан, пытаясь обуздать чрезмерное распространение виноградника, стимулировал выращивание зерна, что вызвало бурное недовольство населения, вынудившее его отказаться от своей идеи, из чего вытекает следствие, что целью всадника являлось истощение запасов пшеницы и чменя, для создания их дефицитов, с помощью осуществлению замыслов правителя. И в конце по традиции кратко перечислим другие примечательные теории. Наездника на вороном коне называли самим Иисусом, третьим приговором человечества перед концом света и глобальным экономическим кризисом. Мормоны олицетворяют его с эрой Авраама, длившейся с 2000 по 1000 годы до н.э. Американские протестанты именуют третьего всадника апокалипсиса капитализмом, а академики альтернативной истории планеты и Меркурием. На сегодня всё, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео о последнем всаднике и не забывайте прожать палец вверх под этим роликом. До скорого!